Виктор, я вас приветствую. Скажите, какая сейчас ситуация на месте событий? Добрый день. Сейчас на месте событий. Там вызвали отдел наш, Амросевский, работают. Пока все тихо, мирно, спокойно. Охраняем сейчас раненого здесь, в больнице у нас в ЦРБ, чтобы его не забрали военные, в плен туда к себе. Скажите, а с чего все началось? Вот сколько времени было? Все началось с чего? Поставили, сегодня в 4 утра поставили блок посты армии, как говорят, 25-я дивизия. Поставили блок посты. Люди ездили просто посмотреть все, потому что есть информация, что стреляли сейчас по трактористу, который перевозил солярку, как бы обстреляли трактор. Поехали люди посмотреть и все, началась перестрелка. Наши ополченцы открыли, ну, начали с ними перестрелку вести. Бой длился около полчаса где-то. А какая расстановка сил? С нашей стороны было человек где-то 20. Там просто количество очень огромное. Там очень много их было. То есть бой не рада, но пока затишит. Скажите, вот в ближайшее время вы ждете повторения подобной атаки или нет? Ждем, ждем. Потому что, да, сказали, будет после этого всего зачистка блок поста, который находится здесь недалеко, 15 километров. Это место события. Сказали, что будет зачистка поста. Все на готове, все ждем. Мирные люди вышли. Мы без оружия и вообще без ничего. Мы просто... Люди стоят и ждут, чтобы ничего не было. Хотят, чтобы в мире уже было ничего. И, скорее всего, украинская армия еще ждет подкрепление, чтобы окончательно просто вот завершить свою работу. Если это можно... Есть информация, да, что идет к ним подкрепление. Есть информация такая, да, действительно, что есть подкрепление. А вы не подскажете вот по этой информации, какое именно подкрепление идет в вашу сторону? Я говорю, якобы БТР идут, и БНТшки, и не знаю еще откуда, как. Но говорят, есть тут село Ново-Ивановка со стороны Мариуполя. Просто, но это неуточненная информация. Там тоже есть блокпост. Все, вот там люди подспрашивали на блокпостах. Вот говорят, что да, идет к ним подкрепление сюда. Скажите, а по громко говорить, идет какой-то разговор между украинской армией и ополченцами? Или вот просто хаотичные такие обстрелы с двух сторон? Обстрел идет, да. То есть диалога никакого. А у них, к ним пытаются идти на компромисс, на разговор с ними. У них говорят, ну, на старико стрелять, все, к ним, то есть не подойти, ничего, не подпускают к себе вообще. То есть они никому вообще не идут сами на разговор вообще. Да, да, большое спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией Life News по телефону был Народный ополченец Виктор.